Врач-эндокринолог Добрый день, Андрей. Добрый день, Дарья Олеговна. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые пациенты, добрый день, уважаемые все те, кто нас смотрит. Итак, Андрей, если можно, расскажите нам о том, как врачам максимально быть готовыми в период эпидемии. Мне кажется, ответ на этот вопрос сейчас не знает никто, потому что подготовиться к эпидемии, а уж тем более пандемии, было невозможно, но каждый день мы видим, что информационное агентство, наши медицинские, просто СМИ сообщают какие-то новые факты, новые данные, новые интересные моменты, связанные с вирусом, который вызывает, к сожалению, достаточно серьезные осложнения и приводит к смерти наших пациентов. И эндокринные пациенты тому не исключение. И если мы говорим про самые частые проблемы, с которыми, наверное, сталкивается врач-эндокринолог, это, безусловно, сахарный диабет, это, безусловно, ожирение. И, конечно, проблемы, связанные с щитовидной железой. Сегодня мы с Дарьей попробуем рассказать какие-то новые вещи, относительно появившиеся в медицинских информационных полях за последние полторы-две недели. И, наверное, начнем с диабета. Давайте попробуем проговорить сначала вещи, которые, наверное, стали уже известными, и, в общем, в некотором роде они набили уже оскомину, да, врачам, по крайней мере, пациентам, скорее всего, это будет важно и интересно. Но давайте остановимся на том, кто в группе риска, да, кто является теми самыми потенциальными пациентами и жертвами коронавируса, которые могут привести и которые могут стать, ну, скажем, более тяжелыми пациентами в госпиталях, и которым может потребоваться вмешательство врача-анестезиолога-реаниматолога или даже подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. По тем данным, которые есть сейчас, это люди в возрасте старше пяти лет и старше, и, безусловно, вот сейчас основное внимание приковлено именно к этой возрастной группе, хотя мы видим, что в России, если читать оперштаб коронавируса в Телеграме, в России как раз наблюдается, ну, другая картина, да, у нас большее число пациентов в возрасте моложе 65 лет. Но мы все-таки говорим про группы риска и развитие осложнений, да, и вот мировые данные говорят о том, что все-таки это 65 лет старше. Это люди, которые живут в домах престарелых и требуют перманентно постоянного ухода внимания и заботы, да, это, ну, пациенты хостерства. Это отдельная история, все-таки мы говорим про пожилых людей, которые так или иначе зависимы от чужой помощи, да, другой помощи, помощи социальных работников, помощи медицинских работников, своих родственников и так далее. Если мы говорим про другие группы риска, то они, в общем, представлены на слайде, и тут особое внимание следует уделить как раз тем пациентам, у которых наиболее частое распространение вот тех самых эндокринных проблем, про которые мы начали говорить, да, это пациенты с ожирением, особенно с морбидным ожирением, ожирением третьей степени, у которых индекс массы тела более 40, это уже подтвержденные данные, потому что чаще всего они имеют какую-то сочетанную патологию. Это может быть сахарный диабет, это может быть дислепидемия, это могут быть проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой как таковой, болезнями печени и болезни почек, да, хронической болезни почек. Люди с хронической патологией легких, безусловно, это бронхиальная астма, особенно в средней тяжелой степени. Люди, которые переносили в анамнезе те или иные сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инфаркт, да, инсульт, люди с ослабленным иммунитетом или получающие терапию по поводу онкологического заболевания. И беременные женщины, хотя вот сейчас, наверное, эта группа пациентов наиболее пристально рассматривается в среде акушеров-гинекологов, пытаются понять возможности по грудному вскармливанию, изолированию таких пациентов и так далее. В общем, информация пока разнится, но вот то, что представлено на слайде, это, в общем, уже некие данные с доказательной базой определенной. И давайте несколько слов скажем о риске именно заболеть пациентом с сахарным диабетом. Много об этом говорится. Расскажите нам, повышен ли риск или повышен именно риск осложнений тяжелого течения коронавирусной инфекции? Ну вот, да, спасибо. Вот здесь, как ни парадоксально, риск заразиться, или как, в общем, наверное, очевидно даже, да, у таких пациентов, в общем, примерно такой же, как в общей популяции. То есть вирус это и есть вирус, это ситуация, которая возникает при абсолютно всех возможных контактах, которые с человеком происходят. Поэтому риск, как таковой, заразиться ковид-19 для пациентов с сахарным диабетом вообще не отличается от общепупуляционного. А вот риск осложнений, которые эти пациенты могут иметь в результате заражения ковидом, да, мы говорим о том, что он выше. Конечно, интересно, что тип сахарного диабета, вот здесь вот с Дарьей Олеговной я мог бы, наверное, пообсуждать какие-то вещи, вот, по крайней мере, по той ссылке, которую мы видим, это диабета 40, да, не влияет на развитие тяжелых осложнений. Хотя мне кажется, что здесь скорее речь идет о какой-то недоскаженности, да, есть какие-то данные, которые не до конца получены. Возможно, просто не было такого большого массива пациентов с сахарным диабетом первого типа. Но мне кажется, что человек, находящийся на инсулинотерапии, в данной ситуации имеет больше риски по осложнениям, нежели с сахарным диабетом второго типа без инсулинотерапии. Вы как считаете, Дарья Львовна? Я думаю, что в первую очередь мы должны сказать о том, что риск зависит от степени компенсации заболевания, да, и если пациент вне зависимости от того, на какой терапии он находится, риски будут повышены при неудовлетворительной компенсации в высоком уровне гликированного гемоглобина. Если же пациент с первым типом имеет хорошие сахара и не имеет тяжелых хронических осложнений, я думаю, что, ну, по крайней мере, моревая общественность все больше говорит о том, что риски все-таки не повышены. И я думаю, что, ну, очень важно сейчас нашим, да, пациентам очень много источников повышенной тревожности для наших пациентов. И очень важно говорить о том, что, да, необходимо поддерживать компенсацию заболевания, и в этом случае риски будут минимизированы максимально. Да, согласен абсолютно, тем более на следующем слайде мы как раз про это будем говорить. И здесь единственный момент вот на предыдущем, да, что все-таки, как и любая бактериальная или вирусная инфекция у пациентов с сахарным диабетом первого типа, с абсолютной недостаточностью инсулина, да, она подвержена риску развития диабетического кетоацидоза. Этот момент нужно более внимательно и здраво оценивать. По сегодняшним рекомендациям, вот те, которые выпущены к настоящей дате, да, мы говорим о том, что, безусловно, принципиальное значение имеет взаимодействие врача и пациента. И вот та самая история комплоентности, та самая история медицинского понимания врачом и пациентам важности медицинской коммуникации, да, то есть коммуникации врача и пациента, которые сейчас огромное внимание уделяются не только в сфере медицинской, но и околомедицинской. Мы видим, что, по сути, эти рекомендации даны как пациенту, так и врачу. И если мы берем вот три основных блока, которые представлены на слайде, мы говорим о том, что пациент в равной степени участвует в процессе по предотвращению осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Но и врач, естественно, участвует в этой же процессе, ну, в общем, зеркально, да, и помогает своему пациенту разбираться с теми проблемами, которые есть. Из использованных препаратов, которые мы видим, и они чаще всего в нашей стране используются, препараты инсулинов, это сульфанил, мочевина и препараты новых генераций, которые появились на рынке не так давно, мы все-таки говорим о том, что пациент самостоятельно не должен проводить коррекцию своей схемы терапии. Здесь должен участвовать либо врач общепрактики, если таковое имеется в поликлинике, или он является лечащим врачом этого пациента терапевт, или эндокринолог, да, что, в общем, привычнее для Российской Федерации. И, безусловно, не изменять схему лечения самостоятельно. Важно, что имеет смысл обсуждать увеличение количества точек забора крови для самоконтроля при определении гликемии, да, не только натощакой или постпранзиальной, но и вот вы видите, опять-таки, на слайде каждые 2-3 часа желательно смотреть кровь, уровень сахара в крови, да, для того, чтобы не допустить развития тяжелых, острых отложнений сахарного диабета, таких как гипогликемическое состояние или гипергликемическое состояние, которое может приводить к, да, вот здесь, да, к, к сожалению, утяжелению состояния не только сахарного диабета, но и рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. И общие правила поведения, они, в общем, не отличаются, наверное, от тех, которые, опять-таки, общепризнаны, да, для ведения бактериальной или вирусной инфекции. Это частое обильное питье, это правильный распорядок дня, это желательно не прекращение, ну, каких-то активностей с точки зрения, ну, хотя бы зарядки, да. И попытки сделать так, чтобы не было увеличения уровня гипергликемии и сахара после еды просто малоподвижным образом жизни. Если, опять-таки, брать общие моменты, связанные вот с такими рекомендациями, это чуть чаще пить, не значит больше, да. Не нужно выпивать стакан воды каждые 15 минут, безусловно, нет. Но жидкостной, да, и водный режим, он должен быть достаточно корректирован, особенно если у пациента, опять-таки, наблюдается проблема с задержкой жидкости. Это может быть как в ту или иную сторону, да, это может быть рвота, может быть полиуре, но может быть и проблемы, связанные с почкой. Вот. А далее, соответственно, это общепризнанные правила, которые есть по забору крови при самой контроле. Это чистые руки, которые сейчас уже стали, наверное, на притче, да, выязыться, что мойте руки, и риски заразиться коронавирусную инфекцию у вас действительно снижаются. Но здесь еще и риски, связанные, да, с сахарным диабетом. Угу. И я думаю, важно упомянуть о том, что при сахарном диабете первого типа, даже при возникновении тошноты, рвоты и отказе от приема пищи, очень важно сохранять введение базального инсулина. Доза его может меняться, необходимо, да, быть с врачом на связи, при необходимости обратиться за помощью, но ни в коем случае самостоятельно не отменять базальный инсулин. Могут потребоваться внеплановое введение короткого инсулина, вот в зависимости от показателей контроля. И при стойкой гликемии выше 14-15 ммоль очень важно проводить контроль кетонов в мочето с полосками, либо есть глюкометры с дополнительной функцией контроля кетонов в крови. Верно, да, согласен полностью. Как раз вот здесь вот, собственно, то, что Дарья Олеговна сейчас рассказала относительно того, как подготовить себя вот к моменту, связанному с самоизоляцией, да, и это сложный момент. Опять-таки нужно учитывать менталитет российский, определенные моменты, связанные с бюрократией, с тем, как у нас получается инсулина и какие количества сейчас поликлиник будут перепрофилированы, на ковид и так далее. Мы в России не знаем, в Москве вот сейчас поступила информация, что более 40 поликлиник, в которых есть компьютерные томографы, будут закрыты на служивание пациентов, связанных с коронавирусной инфекцией, да. Поэтому здесь вопрос и к врачам-эндокринологам, терапевтам, которые курируют своих пациентов. Но рассказать о том, что пациенту необходимо иметь определенный запас прочности, да, если хотите такой диабетической прочности, очень важно, во-первых, получить сейчас актуальную информацию относительно того, что нужно делать, прежде всего, по терапии, нужно ли что-то корректировать, нужно ли что-то менять. Постараться иметь определенный запас препаратов все-таки дома, да. Хранение инсулинов особой сложности не представляет, хранение инсулированных препаратов вообще никакой сложности не представляет, поэтому в аптеке поликлиники или в аптеке города необходимо, ну, каким-то образом пополнить свой запас средств, для того, чтобы не остаться без препаратов коррекции гликемии в каком-то обозримом будущем, да. И важно вот то, что вы говорили, да, говорить о том, что, безусловно, риски осложнений существуют. И вот момент, связанный с простыми углеводами, да, такими, как, мы знаем, сахар, мед, соки и так далее, все то, что может быстро вывести пациента из гипогликемического состояния, они тоже должны быть так же, как и то, что вы упомянули, кетоновые, да, полоски для контроля кетонов в моче в случае выраженной гипогликемии в течение какого-то периода времени. И я думаю, что важно упомянуть сейчас о том, что при развитии рвоты, тошноты и выраженной общей слабости пациент с сахарным диабетом второго типа и врачи общей практики терапевты должны знать о необходимости отмены препаратов следующих групп. Это бигуаниды, наш любимый метформин в любом виде, да, сиафор, глюкофаж, метфогамма и так далее. Названий очень много. Это препараты группы ингибиторы натрия глюкозного потранспортера второго типа и агонисты глюкогоноподобного пептида первого типа. При тяжелом течении пациент должен быть переведен на инсулинотерапию со вторым типом, и здесь я хотела бы представить ориентировочную схему инициации инсулинотерапии короткими либо ультракороткими инсулинами, которые мы используем в своей больнице. Это очень удобно до того, как дождутся консультанты-эндокринолога и хирурги, врачи всех специальностей, в том числе в реанимации, в зависимости от наличия хронической болезни почек, индексомассы тела, то есть инсулинорезистентности, можно выбрать ботульную схему, первичную, ориентировочную, с дальнейшей ее коррекцией. Да, это здорово, учитывая тот момент, что все-таки, конечно, сейчас эндокринолог, это такая некая роскошь в больницах, и она, безусловно, очень здорово поможет. Спасибо вот за такие вот цифры, которые будут помогать и будут быть в доступе. И я думаю, что важно упомянуть о том, что в условиях реанимационных отделений, а также для пациентов, использующих непрерывное мониторирование гликемии на помпах, тех, кто использует флеш-мониторинг, важно знать о том, что при использовании таких веществ, как парацетамол, витамин С, и при снижении сатурации, при снижении концентрации кислорода, глюкометр может давать очень значимые погрешности. То есть как сенсоры непрерывного мониторирования гликемии, флеш-мониторинга, так и глюкометры. Поэтому в условиях реанимации, безусловно, рекомендован контроль с помощью анализаторов лабораторных, а не с помощью глюкометра. А в домашних условиях тоже иметь это в виду и, возможно, перепроверить. Есть, опять же, глюкометры, можно изучить инструкцию, не подверженная влиянию приема парацетамола и витамина С. Тут еще важно дополнить, что все-таки при централизации кровообращения, при определенных рисках, связанных с высокой температурой и так далее, глюкометры также будут давать определенную степень погрешности. И цифра, которую вы видите, к сожалению, не всегда отражает тот реальный уровень гликемии, который присутствует на данный момент в крови. Поэтому тоже момент нужно учитывать. И высокая температура при сочетании с коронавирусной инфекцией может такую злую шутку сыграть с привычным, казалось бы, проверенным глюкометром. Давайте обобщим все, что было сказано перед этим по поводу сахарного диабета. Эта история связана с тем, что мы пытаемся достичь того самого идеального целевого уровня гликирного гемоглобина для конкретного пациента. То есть мы говорим о персонификации лечения, о том, что гликирный гемоглобин должен быть в идеальной компенсации, той самой, которую возможно достичь на данном уровне, что врач, естественно, должен находиться в контакте с пациентом, и только он может правильно скорректировать терапию и подсказать те или иные возможности по замене или не замене препарата или подключению или не подключению инсулинотерапии. И, безусловно, мы говорим о том, что все-таки некая активность в доме при самоизоляции, она не будет лишней. И человек с сахарным диабетом, даже если у него есть подозрения на коронавирусную инфекцию, он должен все-таки придерживаться хотя бы каких-то элементарных моментов, связанных с движением, а не находиться, если это, опять-таки, позволяет состояние, степень тяжести, находиться в каком-то движении, даже находясь в квартире. Поддерживаю полностью. И хотелось бы сказать несколько слов о патологии щитовидной железы. Она, безусловно, тоже каждый врач с ней сталкивается. Что важно? Важно то, что вне зависимости от тяжести течения той или иной инфекции, важно не прекращать прием заместительной гормональной терапии. Это препарат левотероксина натрия. Бывает, что не уделяя должного внимания, и пациент, находясь в реанимации, не получает этих препаратов, а это может утягчать его общее состояние. В случае, если пациент принимает тиреостатики по поводу тиреотоксикоза на российском рынке препараты тирозол, либо пропицил, их также необходимо продолжить принимать. Однако, как мы знаем, коронавирусная инфекция может протекать со снижением уровней как лимфоцитов, так и лейкоцитов. И здесь важно проводить дифференциальную диагностику с таким известным осложнением терапии тиреостатиками, как агронуацитоз. И при снижении абсолютного числа нейтрофилов менее единицы показана отмена этих препаратов под контролем в динамике уже тиреоидного статуса. Согласен. И мне бы очень хотелось сделать акцент на приеме глюкокортикоидов и как поступать пациентам. Те, кто хронически принимает эту группу препаратов по поводу какой-то аутоиммунной, ревматологической патологии, к сожалению, пациенты очень часто мы с этим сталкиваемся, бесконтрольно себе парентерально вводят глюкокортикоиды с целью купирования болевого синдрома. И даже не рассказывают об этом врачу до того, как начинаешь специальную эту информацию. И по данным мировой статистики до 5% популяции по тем или иным причинам хронически получают эти препараты. Из них до 50% пациентов имеют надпочечниковую, вторичную, надпочечниковую недостаточность. В то время как первичное заболевание редкое, с которым больше сталкивается эндокринолог, то с вторичной однозначно сталкиваются врачи всех специальностей. Фактором риска развития вторичной надпочечниковой недостаточности является прием глюкокортикоидов более 3 месяцев. И что важно помнить, что при повышении температуры тела, при общей слабости выраженной присоединения инфекции, очень важно увеличить дозу, то есть ее сделать в 2 раза больше физиологичной, что примерно равняется 40-50 мг в пересчете на гидрокортизон в сутки, разделенной на 2-3 приема. И при невозможности перорального приема глюкокортикоидов показано парантеральное внутривенное введение гидрокортизона. В России это препарат Солукартев 50 или даже 100 мг 3-4 раза в сутки в зависимости от тяжести состояния. И эту рекомендацию необходимо выполнять, несмотря на существующие руководства ведущих, в частности, Всемирной организации здравоохранения, о том, что глюкокортикоиды могут не иметь эффекта при коронавирусной инфекции или даже побочные действия. Поэтому у этой группы пациентов это очень-очень важно. И не забывать буквально два слова о нутритивной поддержке у тяжелых пациентов. То есть это и питание обязательно с учетом белка, вне зависимости даже у тяжелых пациентов, даже уже мы не смотрим на скорость кубочковой фильтрации, потому что здесь уже идет речь о жизнеспасении. И именно суточная калорийность также должна обязательно соблюдаться здесь в перерасчете на идеальную массу тела данной цифры. Спасибо большое. Спасибо большое, Дарья Олеговна. Я надеюсь, что наша информация была вам полезна. Я надеюсь, что наши пациенты с вами будут здоровы, и по возможности мы сможем оказать ту самую помощь, которая сейчас так необходима и нашим пациентам, и нашим коллегам в госпиталях, которые непрерывно борются за жизни пациентов в Москве и других городах. Дарья Олеговна, спасибо. Спасибо, Андрей. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Взаимно. Всем доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok